Всем привет! С вами Юлия Кудрявцева с итогами недели на Лукеру. И сегодня в выпуске. Третье заседание Великолугской городской думы пятого созыва прошло в администрации города. Три кандидата претендуют на пост главы администрации Великих Лук. В ГСХ прошел областной семинар по вопросам повышения сельскохозяйственного производства и подготовки к новому урожайному сезону. Третье очередное заседание Великолугской городской думы пятого созыва прошло в администрации города. Депутаты рассмотрели поправки в бюджет. Кроме выделения средств на ремонт дорог и дворов, народные избранники утвердили строительство подъемника для инвалида Брюсова в рамках программы «Доступная среда». Депутаты Великолугской думы также увеличили уставный фонд МУП «Тепловые сети» на полтора миллиона рублей. Затем были внесены изменения в порядок аренды муниципального имущества. Изменения коснутся медиков, которые с января 2012 года перестали быть муниципальными работниками. Депутаты решили, что претенденты на служебное жилье из фонда города должны помимо прочих документов предъявлять и копии трудовой книжки, заверенную работодателем. Подробнее об этом Лукеру рассказал председатель комитета по жилищным вопросам Виктор Борисов. Данные категории прописаны в 93-й статье жилищного кодекса и в тех документах, которые утверждены главой администрации. Как правило, это особые кадры специальной подготовки в сфере здравоохранения были. Сейчас по служебному жилью они не смогут воспользоваться помощью, потому что вышли из нашего подчинения, а мы не можем федеральных и государственных служащих заселять по жилому фонду с категорией служебное. Это работники культуры, работники образования, муниципальные служащие, то есть руководители и специалисты сферы муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, находящихся в подчинении главы администрации города Великого. В настоящее время это не так много людей, то по мере освобождения помещений появляются новые кандидаты. Это вещь, которая непостоянная. И по мере необходимости, вот приехал молодой специалист на период обустройства, пока он может что-то снять или ему необходимо жилье, такое жилье ему предоставляется. На период трудовых отношений или на какой-то более короткий период, на тот период, когда человек сможет сам встать на ноги в данном городе и обзавестись своим хозяйством или жильем. 12 апреля состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности сети-менеджера Великих Лук. Комиссия, рассмотрев предоставленные документы и проведя собеседование с конкурсантами, приняла решение предложить кандидатуру трех претендентов на пост главы городской администрации. Народным избранникам предстоит сделать выбор между исполняющим обязанности главы администрации города Евгением Шумайловым, директором тепловых сетей Александром Гуськовым и начальником управления ЖКХ Алексеем Новиковым. Заметитель главы города Сергей Огарев прокомментировал итоги прошедшего конкурса. Все три кандидата, на наш взгляд, достойные люди, работающие в системе муниципальной уже не один год, имеющие высшее образование. Все члены комиссии имели возможность задать те вопросы, которые они считали необходимы. В основном они касались и городского хозяйства, финансовой экономики. В целом, кандидаты в начале выступления засчитали свою краткую программу, так как они видят свое участие в развитии города. После заданных вопросов по отдельности были выставлены оценки. Они могли выставляться от 1 до 5 баллов. Но разница составила в итоговом протоколе такое соотношение. Новиков Алексей Евгеньевич 26 баллов, Шумайлов Евгений Владимирович 24 балла, Гуськов Александр Борисович 22 балла. Сегодня все три кандидата одобрены конской комиссией. И будет предложено нашему городскому собранию рассмотреть по итогам этого конкурса данные кандидатуры и принять взвешенное решение. 12 апреля ВГСХ прошел областной семинар по вопросам повышения сельскохозяйственного производства и подготовки к новому урожайному сезону 2012 года. Целью встречи стало ознакомление с разными компаниями, представляющими новейшую сельскохозяйственную технику, продукцию и удобрения. Подробностями с Луки.ру поделился ректор Академии Владимир Морозов. Мы с вами знаем, что в настоящее время идет серьезное переоружение сельскохозяйственного производства. В производство внедряется новая передовая техника. И эта конференция посвящена новым технологиям для того, чтобы в сельскохозяйственном производстве внедрять эффективно новые технологии и новую сельскохозяйственную технику. На это совещание приехали к нам начальники районных управлений сельского хозяйства, руководители приехали, специалисты сельскохозяйственного производства для того, чтобы в совместной работе определиться по новым технологиям, по перспективным технологиям, пообщаться с той целью, чтобы активно провести весенние полевые работы и поднять наше сельскохозяйственное производство на более высокую ступень. 11 апреля на базе лицея номер 11 состоялся семинар руководителей школ города. Как известно, в скором времени все школы в России должны будут перейти на третью ступень федерального образовательного стандарта, которая включает в себя организацию учебного процесса по индивидуальным учебным планам. Елена Рождественская, директор 11 лицея, рассказала Локеру о конференции и новом образовательном стандарте. Сегодняшний семинар посвящен проблеме введения федерального государственного образовательного стандарта нового поколения на третьей ступени обучения, то есть в старшей школе. Процесс внедрения стандартов запущен. Мы работаем в этом режиме уже второй год. И этот процесс будет продолжаться. В 2012-2013 учебном году новые стандарты придут на вторую ступень обучения, в пятый класс, в экспериментальном режиме. Через год в третью ступень обучения, то есть в десятый класс. И мы будем вынуждены решать новые задачи, столкнемся с новыми проблемами и трудностями, которые не были нам знакомы до этого процесса. В лицее существует опыт экспериментальной работы на третьей ступени обучения, который связан с реализацией индивидуального учебного плана учащихся. У нас с 2006-го учебного года учащиеся учатся в 10-11 классах по индивидуальным учебным планам. Это опыт для города уникальный. Больше никакая другая школа так не работает. И очень скоро этот опыт станет остро актуальным для всего педагогического сообщества. Не только города Великие Луки, но и России. То есть так будет готовиться работать вся старшая школа. И поэтому мы собрались для того, чтобы, во-первых, представить свой опыт в этой области. Во-вторых, обсудить те проблемы, которые мы видим в стандарте, в проекте стандарта, представленном на данном этапе, чтобы высказать свое мнение по этим проблемам. Может быть, обсудить какие-то перспективы решения данных проблем. Может быть, выразить свое мнение как педагогического сообщества города Великие Луки на тот уровень, где происходит обсуждение и принятие стандарта. 10 апреля состоялось совещание по вопросу усиления пожарной безопасности на территории города Великие Луки. Председатель комитета ПГО ИЧС Николай Шмоткин в своем выступлении указал на то, что по сравнению с прошлыми годами ситуация, сложившаяся с подготовкой к противопожарной безопасности в городе, улучшилась. И уже мобилизованы все структуры, отвечающие за борьбу с пожарами. Повсеместно проводятся профилактические работы. Комитетом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям уже создана специальная оперативная группа, которая будет заниматься подготовкой города к борьбе с весенними пожарами. Подробнее о ситуации с пожарной безопасностью Николай Шмоткин рассказал Лукиру. Ежегодно в преддверии весенне-летнего периода проводится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно направлено на предупреждение пожаров в городе Великие Луки. В целом обеспечении мир пожарной безопасности, именно в период весны, когда стаял снег, остается много мусора, остается сухая трава, которая была не скошена, может быть, еще в прошлом году. Ну и недобросовестные граждане, прежде всего, производят, будем говорить так, пал сухой травы, то есть поджигают ее, не задумываясь о том, что она может угрожать, значит, жизни и здоровью людей. Это прежде всего, это основная задача. Второе, может принести большой материальный ущерб и приносит его практически ежегодно. В пожарах гибнут люди, значит, горят дома, горят гаражи, другие постройки и так далее, и так далее. Поэтому основная задача, которая сегодня на заседании комиссии по чужайным ситуациям была рассмотрена. 6-7 апреля в Туле прошли соревнования по командной гимнастике в рамках открытого первенства. В турнире приняли участие 27 команд из Москвы, Новомосковска, Челябинска, Волгограда, Тулы. Великие Луки на первенстве представили гимнасты школы номер один «Атлетика». По результатам соревнований великолучска команда «Звездочки» заняла первое место по первому юношескому разряду. Девочек тренирует Юлия Григорьева. Еще одна победа ждала великолучанок из команды «Олимпионики», тренирующихся под руководством Ирины Петровой и Сергея Бондаренко. Наши спортсменки заняли второе место по третьему взрослому разряду. На острове Дятлинка состоялся традиционный легкоатлетический весенний кросс. В соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов из всех образовательных учреждений города. На протяжении всего дня спортсмены соревновались в беге на заданные дистанции. А по результатам кросса победные места распределились следующим образом. Среди профессиональных лицеев первое место заняла команда Великолугского агротехнологического техникума. Среди школ победителями стали учащиеся школы номер 13. Среди вузов победу одержала Академия Волгавк. Учащиеся железнодорожного техникума стали первыми среди средних специальных учебных заведений. Председатель комитета по легкой атлетике Александр Максимов рассказал Лукиру о соревнованиях. Сегодня мы планируем отобрать сборную команды города Великие Луки для участия в областном кроссе, который состоится 21 апреля в городе Опочка. И вот сегодня на наших соревнованиях участвуют кандидаты в мастера спорта, студенты Академии физической культуры Виктор Михайлов. Мы надеемся, что он сегодня покажет хороший результат. Вот кроме этого, девчонки у нас неплохие сегодня бегут на дистанцию 1000 метров. Аня Ивашенко. Вот и на дистанции 2000 метров мы планируем, ориентируемся на хорошие спортивные результаты. На этом все. С вами была Юлия Кудрявцева. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова